Пилоты A321 рассказывают о счастливом приземлении на поле под Москвой «Россия путешествия». 13.13.16 августа 2019 года «Я себя героем нисколько не ощущаю пилоты». A321 рассказывают о счастливом приземлении на поле под Москвой. Фото – Донат Сорокин, ТАСС-самолет A321. Авиакомпания «Уральские авиалинии», следовавшая из Москвы в Симферополь, совершила аварийную посадку около 7 часов утра 15 августа на Кукурузном поле в Подмосковье. Из 233 находившихся на борту, 226 пассажиров и 7 членов экипажа, за медицинской помощью обратились 55 человек, 29 из них доставили в больницу, одного пассажира госпитализировали. Большинство людей, ознакомившихся с подробностями случившегося и действиями пилотов, называют летчиков настоящими героями. Даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле поступок командира воздушного судна и второго пилота сочли героическим. Однако Дамир Юсупов и Георгий Мурзин в беседе с журналистами скромничают и героизма не признают. Дамир Юсупов, командир воздушного судна, подготовка воздушного судна, посадка проходили в штатном режиме. Запуск двигателей произошел, вырулили на исполнительный старт, получили разрешение на взлет. Выполняли взлет. Фактически сразу после отрыва самолета появилась неустойчивая работа двигателей. Сначала левого двигателя, потом правого. Обороты стали падать. Самолет был тяжелый, мощности двигателей не хватало для продолжения полета и даже для удержания той высоты, которую мы к тому моменту заняли. Высота была незначительная. Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, было только одно решение – сажать самолет. Перед нами было поле. Каждые полгода у нас есть занятия на тренажере, на котором мы отрабатываем штатные и аварийные ситуации, поэтому морально и профессионально были к этому готовы. У нас в Екатеринбурге имеется свой тренажер, своя школа подготовки летного состава. Благодаря этим навыкам нам удалось успешно, без серьезных повреждений для пассажиров, посадить самолет. Георгий Мурзин, второй пилот, после взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попало, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление. Дамир Юсупов, я увидел, что передо мной пересеченная местность овраги, озера, поле. Я принял решение, что безопаснее сажат самолет без шасси, потому что с выпущенными шасси самолет может просто закопаться в землю, перевернуться, и последствия, я думаю, могли быть еще хуже. Самолет был полностью управляемым по продольному боковому каналу. После отказа обоих двигателей, когда пошло устойчивое снижение самолета, я понял, что касание с землей уже неизбежно, поэтому предпринял попытки как можно мягче посадить самолет, чтобы касание произошло с наименьшей вертикальной скоростью. После полной остановки самолета и выполнения необходимых процедур была дана команда на эвакуацию пассажиров. Большое спасибо всем бортпроводникам, они очень оперативно сработали, дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы и смогли эвакуировать пассажиров из самолета и увезти их на безопасное расстояние. Отдельное спасибо второму пилоту, который мне оказывал непосредственную помощь, подсказывал, давал команды, озвучивал параметры работы двигателей. Фото, Татьяна Макеева, Мройтез, с мегафоном я не стоял, скорее всего, это был старший бортпроводник. После чего он зашел в кабину и доложил, что все эвакуированы, жертв нет. Я почувствовал, конечно, большое облегчение, что у нас все хорошо. После эвакуации пассажиров я вышел из самолета и осмотрел внешние повреждения. Удостоверился, что все на безопасном расстоянии. Вернулся в кабину и оттуда позвонил жене. Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить. Спасал самолет, пассажиров, экипаж. Конечно, я планирую продолжить полеты. Просто пока еще рано говорить о каких-то причинах этой аварии. Сейчас проходит судебное расследование. Этим занимается Следственный комитет, собирает необходимые доказательства. Я думаю, что какое-то непродолжительное время я буду отдыхать без полетов. А в дальнейшем, конечно, планирую продолжить летать. Ситуация неприятная, но она не отбила у меня желание летать. Позже на пресс-конференции Дамир Юсупов принес пассажирам извинения. Пассажирам единственное, что могу сказать, немножко виноват, что их не доставил к месту назначения, в Симферополь. С некоторыми беседовал, когда обходил самолет.